Одно воздушное пространство на всю Украину, одна удок радости для всей страны. Одновременно в шести городах Украины и в семи аэропортах прозвучал гимн Евросоюза в исполнении симфонических оркестров. Не стал исключением и Харьковский аэропорт. Харьковский аэропорт У этой акции есть три таких цели. Во-первых, очевидно, это в честь подписания политической части ассоциации с ЕС. Именно поэтому выбрана одок радости, потому что это гимн Евросоюза. Во-вторых, это акция на поддержку целостности Украины. Потому что, смотрите, если одновременно в одну и ту же секунду люди во Львове, в Донецке, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске делают одну и ту же штуку, то, наверное, разговоры о каком-то разъединении, они немножечко ложные. Третья цель акции – почтить память небесной сотни, после гибели которых прошло ровно 40 дней. Идея объединила около 700 музыкантов и более 6 тысяч зрителей. По словам организаторов, на подготовку мероприятия ушло менее 10 дней. Все музыканты работали бесплатно. На мой взгляд, есть некоторый перекос в освещении харьковских событий в сторону пророссийски настроенных жителей города. У нас есть пророссийски настроенные, настроенные в любви к России и так далее. Но я хочу показать, чтобы люди знали по обе стороны границы, безусловно, что в Харькове украинский, Харьков – украинский город. И, на мой взгляд, большинство харьковчан считают все-таки Харьков украинским городом. Я хочу, чтобы люди знали и помнили, что Украина – едина, одна страна. Больше всего зрителей собрали Борисполь и Львовский аэропорт имени Данила Галецкого. Харьков отличился по-своему. Когда уже инструменты были собраны, а пресса начала покидать зал, толпа внезапно запела. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ